здравствуйте дорогие друзья за мной находится железнодорожный вокзал мичуринск воронежский а поэтому вы поняли что я сейчас нахожусь в городе мичуринский я провожал сейчас на поезд своего товарища почему из мичуринска но потому что мичуринск является центром железнодорожных перевозок и транспорта в нашей тамбовской области из мичуринска можно доехать практически во все стороны нашей бескрайней родной страны в отличие тамбова в котором вокзал то большой направлении поездов очень мало а в мичуринске находится у нас аж целых два вокзала это мичуринск воронежский где я нахожусь и мичуринск уральский он где-то в центре города сейчас мы сейчас с вами будем направляться в тамбов назад ну давайте посмотрим вечерний город мичуринск некоторые его достопримечательности я может что-нибудь прокомментирую ну что друзья мои отъехали мы от железнодорожного вокзала мичуринск воронежский здесь в основном у нас проходящие поезда идут это все южное направление с сочи с ростова с краснодара с откуда там еще то ну южно короче все направление идет через в россии туда на москву все через этот вокзал вот а остальные вот поезда то есть страны пензы тамбова они приходят на мичуринск уральский сейчас уже вечереет и давайте с вами немного прокатимся по городу мичуринску я здесь полтора года работал попытаюсь вам вкратце что-нибудь о нем рассказать ну хотя бы о тех местах по которым мы будем проезжать вот сейчас я не знаю к сожалению какая тут называется но вот мы повернули направо и с левой стороны у нас здесь находится олимп стадион а с правой ледовая арена темп и вот мы сейчас я к сожалению полтора года конечно здесь отработалась эти места знаю но вот конкретно по улицам я вот прям по закоулкам поэтому этим не скажу по моему улица называется от промышленная вот все мы сейчас вот повернули тот как тещин язык соответственно тут магазины ну едем потихонечку дальше то все устали от этих проблем ненавижу эти проблемы отложим свой телефон и останемся на совсем уже есть и на совсем хотя на один день не увижу эти проблемы до все устали от этих проблем ненавижу эти проблемы отложим свой телефон и останемся на совсем уже есть и на совсем хотя бы на один день не увижу этих проблем до ближе ближе к тебе я не знаю позови меня позови меня с собой этот день нас очень хочет собери меня с собой на двоих целая осень переслушаем все наши песни там мы не будем спать мы потеряем все в звездах и нас не нужно искать сегодня день что вместе все знают Ole не хватит ради тебя новое платье sonstacts столько там Грестник комплект стрелу в мол тем lame для ин э о Prozent Coll entren итак друзья вот у нас с левой стороны магнит семейный также здесь детский мир а прямо завод прогресс это один из крупнейших заводов города мичуринска еще я вот тут знаю большой завод это миларем но миларем это локомотив ремонтный завод а вот прогресс он какой-то техника механически но точно я не знаю что тут производит но большой завод тоже здесь порядка двух тысяч наверно рабочих как бы рабочих работает извините за патологию и вот сейчас мы повернем направо и выезжаем на такую одну из центральных улиц города мичуринска это улица называется липское шоссе ну соответственно по названию мы с вами понимаем что это выезд на липецк из мичуринска здесь такая прямая дорога здесь ну не соврать наверно километров 100 народа ли все сейчас у нас повороты поворачиваем мы на липское шоссе подолёт не снег на мою любовь не ценит твой свет твоих рук тепло Детка, помоги мне Итак, мы повернулись с вами на Липецкое шоссе Уже смеркается, я не знаю, наверное, не очень хорошо видно Но для мичуринцев и для тех, кто был здесь Они наверняка узнают эти места И мы потихонечку с вами двигаемся по этой улице Итак, друзья мои, с правой стороны у нас сейчас вот находится Мичуринская городская больница имени Брюхоненко Большая больница, здесь много отделений, детское отделение Ну и, соответственно, и приемный покой, хирургия и так далее и тому подобное То есть это основная больница города Мичуринска Называется она имени Брюхоненко Ну, соответственно, конечно, и роддом здесь есть Сегодня в школу не пойду К твоему дому подойду и буду ждать Тебе стихи опять пишу И разрисую школьную тетрадь Белые бантики мои разорваны Бросаю все и я бегу по этажам Но тебе все равно Ты любишь мальчиков А я же так, а я же так Люблю тебя А в твоей руке И вот прям недалеко от больницы находится бассейн, который называется «На волне» Когда я здесь работал, то мы принимали участие в открытии и строительстве, скажем, без лишней скромности этого спортивного сооружения И вот прям тут переезд, сразу за переездом Церковь, храм Вот я сейчас смотрю В Навигатор Называется Соборная Что-то не вижу Короче, здесь церковь И вокруг него кладбище А дальше вот там воинское захоронение Куда Значит, возлагает Венки На могилу Павшим солдатам Написано Скорбященская Или Скорбящая церковь В навигаторе Ну все, мы с вами двигаемся дальше Сейчас мы будем с вами выезжать на круговое движение Где Находится Вечный огонь Ну и мемориал Воинской славы, скажем так Вот тут налоговая инспекция С правой стороны Тоже Все, мы двигаемся А вот прямо здесь раньше находился Завод Поршневых колец Очень было Знаменательное такое Предприятие В Мичуринске Так, сейчас немного вправо повернем Все, она развалилась Давно уже на место него Вот тут у нас Жилые кварталы Построены И вот сейчас мы выехали К площади Вот этот мемориал славы Или площадь славы Вокруг него организовано движение Сейчас я тоже в навигаторе посмотрю Как это все называется А называется это улица Лаврова Понимаете? Улица Лаврова 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 Да Вот у нас прямо с вами Чуть-чуть правее Будет мемориал славы А вот мы будем сейчас Направо поворачивать От улицы Лаврова Улица Лаврова Она тоже по ней Можно проехать На Мичуринск-Воронежский вокзал Мы с вами По Липском шоссе ехали А это Можно проехать Также и По улице Лаврова Все, поворачиваем с вами Вот впереди Мемориал славы Видно Ну правда Там темновато Но все равно Кое как видно Да Так и вот С этого вот Кругового движения Мы поворачиваем Направо Это тоже считается Центральный Наверное Одно из самых Центральных улиц Которые города Мичуринск Но вот я так их знаю Направо Пересчет Четыре Сейчас я скажу То ли Эта улица Называется Советская Судя по всему Наверное Советская Так Перекрестки Узкие тут дороги Старый Купеческий город Дороги все узкие И сейчас Мы с вами Повернем С улицы Советской На улицу Полтавскую Прошу прощения Уважаемые друзья Жители города Мичуринского Конечно Я осел Это Нифига Не улица Была Советская Это была Улица Интернациональная Еще раз Прошу прощения Ну а сейчас Мы повернули С вами на улицу Полтавскую И давайте Доедем С вами Она тут Так вот Разделена Тоже Центральной Пешеходной Фактически Улицей Города Мичуринска Но вот Полтавская Разделена На две части Мы сейчас С вами Остановимся Выйдем из машины И дальше Пообщаемся С вами А вот Эта вот улица Которая пешеходная И одна из центральных Улиц Это как раз Вот улица Советская Еще раз Прошу прощения Я немного Перепутал Все Вот давайте Здесь мы Сейчас с вами Остановимся И продолжим Итак Друзья Мы с вами Остановились Вот за мной Улица Советская И она В ту сторону Продолжается Движение По ней Запрещено Она пешеходная И является Тоже одной Из центральных Улиц Города Мичуринска А за моей Спиной Находится Здание И это Здание Это здание Администрации Города Вот в этом Здании Я Ваш Покорный Слуга Поработал Полтора года Я хочу Сказать Я ни о чем Не жалею Что работал Мне нравился Город Мичуринск И нравится Сейчас Смотрите Улица У нас Пешеходная А машины Гоняют Туда Сюда Не останавливаюсь Видите Не знаю Даже может быть Она и не пешеходная Уже сейчас Так вот Давайте с вами Продолжим Вот в этом В этой администрации Я проработал Полтора года И скажу Мне понравился Это город Старый Купеческий Город Со своими Традициями Со своими Людьми Со своими Нравными Поступками Здесь Своя Красивая Интересная Атмосфера Здесь Есть свой Театр Здесь Своя Культурная Среда Здесь Как бы Свой Дух И этот Дух Я вам хочу Сказать Отличается От Тамбова Смотрите Так что Вот давайте Посмотрим С вами На город Мичуринск Еще раз Говорю Ни о чем Не жалею Что здесь Работал Мне было Очень приятно И было Приятно Быть полезным Жителем Этого города Ну что Давайте Пойдем с вами Дальше Посмотрим Еще одно Примечательное Место Увидимся Итак Друзья Все ездят По Скажем так Пешеходной Улице Советской Ну Поедем И мы И пока Мы едем До следующей Точки Давайте С вами Немного Поговорим Итак Вот Город Мичуринск Старинный Как я уже Сказал Купеческий Город Со своими Традициями С интересными Людьми Вот Здесь Очень Много Старинных Таких Купеческих Древних Древолюционных Построек Домов Вот Что это я Все время Водкаю Еще раз Говорю Театр Здесь Располагается Мичуринский Театр Немногих Городах Есть свой Театр А здесь Он находится Сейчас Мы его Повернули Сейчас Даже Навигатор Гляну Как Эта улица Называется Я прошу Прощения Я их Как бы Особо Гоголевская Да Вот Гогольская Вот Справа Стороны Красивый Здание Сталинского Вампира Мичуринский Театр Конечно Такие Вот Старинные Дома Здесь Перемежаются Вот С новыми Такими Хрущевской Времени Постройками Конечно Архитектура Занятная Интересная И есть Здесь Своеобразный Мичуринский Как бы Колорит Еще Вам Хочу Сказать Город Расположен На реке Лесной Воронеж И Соответственно Часть Города Так Вот Она Как Горой Расположена Внизине Постоянно Заливается Ну Здесь Объективные Причины Ничего С этим Поделать Нельзя Так Что я Еще могу Сказать Про Город Ну Про Население Население Здесь Вместе Скочетов Скочетовка Станция Где-то Порядка 100 Тысяч Человек Значит Очень Много Школ И Самое Главное Что Здесь Находится Единственный Наукоград Российской Федерации Сельскохозяйственной Направленности А именно Мичуринский Государственный Аграрный Университет Так Называем МичГАУ Насколько Я знаю Здесь Еще Находится И Педагогический Институт Ну и Как И Здесь Находится Научные Селекционные Ну то есть Здесь Выращивают Новые Растения Очень Такие Вот Большие Профессора Сподвижники Ну и Понимаем Мы Почему Все это Так Называется Потому что Здесь Жил До Своей смерти Великий Русский Ученый Иван Васильевич Васильевич Мичурин Поэтому Соответственно Город В честь него Называется Мичуринск До Революции Это город Назывался Козлов И вот Мы сейчас С вами Спускаемся Вниз А именно Мы сейчас Спускаемся С вами К набережной Реки Лесной Воронеж Вот уже Дорога Нас туда Подводит Сейчас Мы с вами Остановимся И вот Немного Пройдемся По набережной Понятно Что Уже Сейчас Плохо Видно Все Это Темно Ну Давайте Вот Вот Тут Написано Мичуринское Подгоре Сейчас Сейчас Мы здесь С вами Затормозим Вот С правой Стороны Машину Поставим Аккуратненько И пойдем Чуть Чуть Пройдемся По набережной Итак Дорогие Друзья Мы спустились К реке Лесной Воронеж И вот Здесь У нас Находится Набережная А именно Парк Пешеходная Зона Которая Называется Мичуринское Подгоре Все это строительство Мы начинали Еще Четыре года Назад Когда я здесь Работал Давайте Посмотрим Ну Она Соответственно Сейчас тоже Город Выиграл Грант Там порядка Наверное 100 миллионов Рублей Для благоустройства Этой Территории Давайте Посмотрим Что сейчас Здесь есть И что Как это Все Получилось Итак Нас Встречает Вот Такая Входная Группа Здесь Вот Смотрите Насколько Я помню Тут Протекает Река Она Называется Каменка И вот У нас Здесь Смотрите План К сожалению Конечно Очень плохо Видно Уже Стемнело Но Вот так Я вам Покажу Как Видно Ничего Прошу Прощения Сделать Не могу Вот Все Давайте Мы с вами Идем Поглядим Вот Впереди У нас Мост Через Реку Вот Смотрите Здесь Ресторан Какой-то Кафе Или ресторан Находится Здесь Вот Городок Не видно К сожалению Уже Ничего Не видно Давайте Посмотрим То Что Видно Так Так Вот Вот Он С правой Стороны Мост Подсвечивается Как Разноцветная Ёлка Гирляндами Давно Я здесь Не был Да Вот Раньше Когда Я еще Здесь Работал Был Благоустроен Правая Часть Только От моста Но Здесь Мы Тоже Собирались Это Все Делать Но Мы Хотели Это Своеобразно Применимо К местному Природному Колориту К местным Как Бы Традициям Но Мичуринск Вроде Столица Плодовощеводства Плодовых Деревьев Яблок И мы Все Это Хотели Делать В Яблоневой Теме Но Не знаю Здесь Все Сделали Как И Везде Безлико Однотипно Ну Хотя Видите Красиво Все Равно Лучше Чем Было Смотрите Лавочки Везде Стоят Освещение Приятно Давайте Сейчас С вами Подойдем К реке А потом Немного Прогуляемся Ну Я вам Хочу Сказать Да Здесь Конечно Все Это Освещение Все Есть Лавочки Река Но Хочу Вам Сказать Однотипные Такие Вот Детские Городки Пластмассовые Однотипные Горки Однотипные Скамейки Такие Как Есть И Везде Вот Смотрите Это Урез Воды Видите Спускается Так По ступенькам Давайте Спустимся К реке Ух Прохладно Уже Сегодня Вот Смотрите Это Уже Речка Вот Так Вот Выглядит Набережная От Реки Вот Смотрите Там Ресторан Наверное Уже Холдно Он Закрыт Так Вот Продолжим Все Конечно Сделано Так же Как и Везде Вот Мы с вами Закроем Откроем Глаза И Не Скажем Мы не Разберемся В каком Мы городе Тамбов Мичуринск Другой Город Все Это Одинаково Наши темы Мы хотели Все таки Это Немного Персонофицировать И привязать Конкретно Городу А именно То Что Мичуринск Является Яблочной Столицей России Ну и Соответственно Так как Здесь Сильны Купеческие Традиции На всем На этом Мы хотели Тематически Завязать И вот Эту Набережную Чтобы Мичуринск Приезжали И гуляли На этой Набережи Не только Мичуринцы Ну и Скажем Так Приезжали Сюда Из других Регионов И Ну не только Городов Области Ну и даже Других Регионов Так как Поистине Действительно Мичуринск Он как Центр Плодовых Культур Объединяет Себя Несколько Таких Темовых Культурных И Научных Направлений Вот кофейня Смотрите Здесь Кофейные Берега Прикольно Прикольно Вот так Вот Давайте Перспективу Здесь Посмотрим Друзья Я не пойду Туда Вдаль Ничего Интересного Поверьте Вот Такой же Типовой Плиткой Обложенной Дорочки Все Как Везде Никаких Различий Я еще раз Говорю Ничего Нет Вот еще раз Давайте Посмотрим Мост там Впереди Ну и так Далее Да Теперь давайте Еще немного Сейчас про город Поговорим Пока мы Идем То есть Мичгау Основной Значит Научный Центр Это Мичуринск Государственный Аграрный Университет Также Есть И научные Следовательские Институты Которые Здесь Работают Ну и Соответственно Мичуринский Значит Весь Город Это Город Завязан На Нашего Великого Ученого Иван Извиняюсь Забыв Как зовут Этого Мичурина Да Здесь Находится Его Или Там Как Какая Специальная Садка Вокруг Эта Могила Также Здесь Находится Мичуринский Дом Музея Мичурина Соответственно Где он Жил Это Так Немного Вот За город Надо В Донское Там Подъехать Вот Что Еще Можно Сказать Про Мичуринск Ну Да Даже Вот Сейчас Вот Я Что Даже Интересное Сейчас Хочу Вспомнить Вспомнить А Здесь Еще Есть Церковь Которая Один в один Как церковь Храм Христа Спасителя В Москве Прям Точно Такой же Прям Точно Такая Архитектура Точно Такой Же Размер Формы Вид Вот Прям Один в один Прошу Прощения К сожалению Не знаю Как Она Называется Не могу Вам Сказать И Еще Вот Еще Один Немаловажный Факт Я хотел Вам Работал Жил И творил Великий Русский Художник Герасимов Здесь Тоже Находится Его Дом Музей Там Тоже Создано Определенное Культурное Пространство Где Вы можете Посмотреть Картины Там Галерея Герасимова Ну и Соответственно Там Находится И Ресторан И Гостиница То есть Все Это Сделано Очень Приятно Ну что Друзья Мои Все Здесь Мы Побывали Мне Пора Выезжать В Тамбов Уже Темно По дороге Я думаю Снимать Ничего Не буду Темно Смысл Какой Фонари Фара Одни Снимать Смысл Я думаю Нет Так Что Все Выходим Смотрите Входная Группа Так Что Друзья Мои До свидания До новых Встреч Всего Вам Самого Доброго И Здоровья